Поздравляю вас с успешной сдачей квалифицированных и занятий. Переходим в категорию кандидата водителя. Водитель, трассники. Вы всегда осторожны, соблюдайте, не просите право дорожного движения. Денис Кушков рассказывает, этого дня ждал лет с 15. Мечта сбылась. Отучившись в автошколе, молодой человек сдал теорию, практику и получил водительское удостоверение. На всё про всё ушло около трёх месяцев. По мнению Дениса, каждый, кто хочет стать водителем, должен пройти весь процесс обучения от А до Я. Ведь оказавшись за рулём, в первую очередь приходится бороться с самим собой. Чтобы подобных ситуаций не возникало, необходимы навыки, которые новичкам и прививают в автошколе. Ещё в прошлом году в областной столице насчитывалось 54 автошколы. После проведения очередной аттестации их число сократилось до 40. Свою деятельность по подготовке профессиональных водителей продолжают осуществлять лишь те материально-техническая база которых позволяет это делать на должном, установленном законом, уровне. В каждой автошколе, согласно правилам, должен быть свой автопарк, а также автодром, на котором курсанты смогут оттачивать мастерство вождения. Необходим и постоянный штат инструкторов. Они должны быть профессионалами и нести полную ответственность за своих учеников. Если в ходе проверки по ДТП устанавливается вина начинающего водителя или водителя со стажем управления до трёх лет, в обязательном порядке нами направляется представление в адрес руководителя учебного заведения, который проводил водительскую подготовку с данным кандидатом. В госавтоинспекции ведётся ежеквартальный рейтинг автошкол. С их перечнем и адресами можно ознакомиться на сайте областного управления ГИБДД. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.